Я в афиге, я в афиге. Плевать. А мы танцуем под мамин песню. Ну что, мои крошки, начинаем новый влог. Всем привет! И мы сейчас приехали на меняние резины. Вот, меняние резины, да. Русская-нерусская селена. Русская-нерусская селена. Я себя слышу, кстати, чисто в капюшоне. Мне всегда помогают резину менять, мой братиша. Вот такой скромный пацан. Потому что нужно эту резину всю засунуть мне в багажник. А я ее даже одно колесо поднять не могу, потому что у меня не резина, а у меня вместе с дисками все. Поэтому тут вообще не справишься без мужской силы богатырской. Вот. Кстати, на заказала вещей с китайского сайта. Хочу. Ну, брату заказала. Я уже не знаю, что себе заказывать. Заказала брата. Так что скоро это будет моделировать. Моделировать будешь. Мерить. Посмотрим, что получится. У него вообще размер 2х. Я заказала там что-то 2х, что не было 3х, а что-то 3х. Потому что, как знаете, китайцы они чуть меньше шьют. В общем, ждем. Ждем одежду. И посмотрим. Угадала я с размерами, с фасонами. Он привет. Такое, что не знаю, понравится. Мне безрукавка 4хл. О, безрукавка вообще 4хл. Иксаэль. Иксаэль. Иксаэль, как ты сказал, так я и повторила. Вот. Сейчас, короче, на улице холодно. Я вообще записалась. Ну, вот сейчас машинка отъедет, и меня уже примут. Вот. Короче, ждем. У нас, как всегда, насыщенный денек. Вот. Виталька вышел в магазинчик. Ой, набрали еды, чтобы не готовить, короче. Наталия осталась с малыми. Мы пошли, купили крепежи. Наконец-таки взяли, да, это я же не включалась еще. Мы взяли крепежи. Что-то мы еще взяли поесть. Ой, я закрылась. Потому что, мало ли, стою возле рынка. Так, вот, братишка зашел. Все взял. Все, я решила, что мы не будем пока в Голубые ели заезжать. Хочу в Голубые ели заехать. Да, нам же нужно еще поставить эти крепежи все. И пожрать. И я уже сейчас случилась за малышным. Короче, мы придумали вот такую штуку. Чтоб хоть как-то держалась. А то я подручными сродствами все это укрепляю. То бутылкой из-под пива, блин. То камнем. Вот, как кровобытная. Палка, камень. И все это в руки стереве. Короче, мы тут разложили. Что-то пытаемся, короче, делать. У нас еще Голимые саморезы купили. Оказывается, их надо короче. И они еще ни хера не проделывают дырки. Короче, мы тут мучаемся в холоде. У нас ничего не получилось. Потому что саморезы Голимые, они, во-первых, ломаются. Нифига себе, железную дверь надо держать. А во-вторых, они длинные, да? И Виталька попытался разломать там напополам. В итоге сломал полоской. Вот, короче, все, мы зашли домой. Завтра будем заниматься этим. А сейчас мы будем кушать. Зашли в Добрынь и взяли кучу всякой ксячины. Тут всякие салатики. Мясо. Картошка с чесночком. Натали нам все нагрела. Тут хозяйка ждет нас, работяк. Сейчас будем жрать. Суслики спят. Где мои сладкие? Натали просто волшебница. Она их уложила как-то вместе. Ну, Настюшка легла раньше. И вот они, они сладенькие такие. Ты просыпаться. Ой, какая красивая девочка. Ты просыпаться. Денька, конечно, спит как суслик. Сладкая? Да. Ты не хочешь вставать? Ты не хочешь вставать, красота? Не хочу, говоришь? Ты уже сколько спишь? Классота. Классота. Слышали, Витня, что за беспредел? Кто написал? Это Денька разлил. Аж до самого не хочу. Это сок. И вон еще какое-то пятно, я смотрю, сразу. Где они? Денька разлился. Да это ты. Дурдом. Поднимайся быстро. Жопа мокрая будет сейчас. Настя. А что вы тут делаете? Настя, аккуратно с конфеткой, пожалуйста. Я очень прошу. Беспредельщики. Фух. Снимала для вас видео. Фикс прайс. Видите, помады с фикс прайса офигенные вообще. Убрала уже куда-то, не скажу. Но, короче, классной помадой будут в видео о фикс прайсе. И кофточка с фикс прайса тоже. Новый цвет. Что хотела сказать? Что я не для этого как бы включилась, чтобы сказать, что я сняла видео о фикс прайсе. Нет. Я купила себе ресницы на самом деле. На классике. Вот. И, вы знаете, доделала сама себе глазки. То есть, может быть, кто-то видел. У меня здесь были проплешинки. Я взяла пучками и прилепила сюда себе в серединку три пучка. Ни хрена не видно. Всё прекрасно, как вы видите. Видите? А, сюда три прилепила пучка. И вот сюда ещё один пучок. И всё замечательно. Сюда ничего не лепила. И вообще, мне кажется, что если приноровиться, то, в принципе, можно себе делать. Я взяла себе девяточку и взяла одиннадцатый. То есть, в принципе, можно всё делать на одиннадцатых. Потому что я только одиннадцатый добавила. А можно и на девяточке вот здесь вот, да, сделать. А тут на одиннадцатый. Короче, я буду экспериментировать. Потом, когда всё получится, я приноровлюсь. Потому что у меня изначально оно всё что-то падало. Распадалось. Было очень смешно. Я, в общем-то, конечно же, расскажу, что я использую. Как и... Как приноровиться. Как чё к чему. Вот. А сейчас мы будем что делать? Прямой эфир вести не будем. Мы ляжем, посмотрим телек. Потому что я снимала видео, и я устала. Ну что, не прошло сто лет, и не прошло сто зим. А я уже у гинеколога. Ну ещё не у гинеколога. Я ещё стою в очереди, но... Сколько нам? Год и два. Здравствуйте. Год и два вот уже на носу. А мама ни разу у гинеколога после беременности. Не повторяйте моих ошибок. Так делать нельзя. Нужно сразу, там, через какое-то время. Через сколько надо идти? В течение полугода или через полгода? Через полгода нужно обязательно быть у гинеколога. Ну, вы сами видите, что я вся в делах, в заботах. Куда мне до гинеколога? Сейчас лгать чувствую будут. Ну что, у гинеколога мы побыли. Побыли. Порастояли там, я не знаю, очень долгое время. Сейчас мы... У меня всегда помощники есть, чтобы я снимала камеры. Чтобы я снимала для вас, у меня всегда помощники. Сейчас мы пришли в торговый центр, я сразу хочу Макдональдс, пирожок вишнёвый, кофе. И вот идти наслаждаться жизнью с этим всем. Ой, Малан мочит куры вообще. У меня, к сожалению, я была за рулём, не могла вам включиться, но это вообще... Я не буду повторять слова, которые она спрашивала. Вопросы. Вопросы, которые она задавала маме. Это вообще... Это неприлично. Но это, я считаю, если сын у меня будет это спрашивать, я буду по землю уходить. С ногами. Ладно, пойдём за кофе и пирожком. Хэппи мил! Впервые хиппи мил я кому-то беру, мне так интересно. Давай, Наська, открывай, что там, интересно. А игрушку положили? Да. Покажи, что за игрушка? Покажи игрушку. Это игрушка. Что там? Что там? Типа чашечки? Давай посмотрим. А Дыня тут у меня. Открыли. Открыли. Ой, закрыли. Открыли. Открыли. Открыли? А-а-а! Дырынду. Покажи, что там. Да, пить и крышечка. Ой, какая грязота. Жёлтая игрушечка. Офигеть. Так с неё что, пить можно теперь? Или есть? Алло. Да. Ещё, короче, мы там выбирали всяких вкусных. Мам, там чай. А я себе... Взрослый мужчина, вот, брутальный, смотрите. Не поднимай. Сейчас, Лень. Я взяла себе кофе и Наташа кофе. Постреляться нельзя. И я люблю чизбургер Делюкс. А, да? Да, вот он. Подожди, вес. Развалится. Вес. А, все. А я хотела спросить, о чём... Не переживай, ждут. Не, я хотела спросить, вес, а чё мы тебе взяли? Один Наташа, один мне. А Наташа же не есть такое. А ты будешь чё-нибудь? А ты будешь кашу молочную? Врезались. Так, Деня сам себе ищет мультики. Короче, вот эти машинки вообще, это находки, честно. Я в итоге не хотела брать, но пришлось. Он заставил. Заметила, что у меня частенько бывает, что я забываю вообще, я снимала видео или нет. Чё я снимала до этого? Я вообще не знаю, не помню. У меня, кстати, новая шапка, которую я купила в Заре. О покупочках это видео отдельное буду снимать. Вот, или сняла. Скорее всего, сняла уже. Ещё у меня новые коврики. Смотрите. Э, машина закрыта, да? На улице дождь. Я попала прям вот в 13.02 и перерыв на почте. Вот такие классные ковры. Офигенские вообще. Так они мне нравятся. У меня теперь в салоне всегда чисто и не мокро. Сейчас зима начнётся. Вообще вот в эти коврики будет очень удобно залазить. Не будет разводиться грязь. Ну, короче, в покупках я подробно об этих ковриках расскажу. Так, а чё сейчас? А чё сейчас? Я сейчас хочу кофе, пойду кофе сделаю. Не сделаю, а это приклеила сегодня реснички свеженькие. Пойду кофе куплю в Макдональдсе тогда. И поеду уже на процедуру омоложения. Здрасте. А можно латте? В латте, да. Давайте с сиропом, только не так много, как его обычно кладут. В половину меньше. Хорошо. И картофель фри детский с сырным соусом. А ещё давайте яблочный пирог. И яблочный пирог. Слюна потекла. Что-нибудь ещё? Всё. Вы, наверное, подумаете, что я, наверное, в Макдональдсе ем каждый день. Заказываю кофе, картошку. Соус сильный, маленькая картошка, кофе, латте, сиропом, яблочный пирог. Да. Но я это делаю не каждый день, нет. Я это делаю через день где-то. Вот я сижу, пришла. Омолодили меня. Но у меня теперь абонемент. Так что я ещё четыре раза схожу и сниму для вас отдельное видео. Посмотрите, какая я стала красотка. Вот. Парафинчик столетний делаю. Розовые варежки. Короче, девочки, я сейчас кайфанула. Вообще начала делать верхнюю губу. Убирать. Элосепиляция называется. Как-то так. Взяла абонемент себе на губы, на лицо, на лифтинг. Отдельное видео сниму потом по лифтингу. И ручки мне сделали парафином. Короче, я такой обновлённый человек вообще. Чувствую себя замечательно. Кстати, если интересно, подробности я оставлю все в инстаграме. Так что заходите, там много полезного и интересного. А сейчас я пойду на почту. И потом замалываю своим любимым. Процедура вообще фантастическая на самом деле. Я смотрю в свои зеркала. У мамы в зеркала. Короче, я вижу результат офигенный. Представляю, что будет после всего курса. Если после первой. Такая прям кожа такая ровненькая, эластичная. Вся дряблость ушла. Кайф. Ой, девчонки. Я что-то выходила на скорую руку. Всё. Прибила тут себе. У меня новый цвет волос. Я, короче, забыла уже, что я снимаю. Когда снимаю. Я не знаю, сколько у меня уже там наболтало. Я на влог. И, короче. Ладно, ещё пока снимаю. Такая раз опять там 40 минут. Собираюсь сейчас фикс прайс зайти. Что-то мне девчонки пишут, что там столько всего интересного. А я же, короче, бегу. Удивительно, что суббота на самом деле. И нет вообще народу под фикс прайсом. А по будням, блин, хрен встанешь. Хрен поставишь машину. Короче, мне любопытно. Там всякие интересные штучки. Я вообще... Вы заметили, что я снимаю когда видео? Я сама кайфую, просто пробовая всё это. Пробовая всё это. Чё я сказала? Короче, я очень люблю фикс прайс. Пока ничего особенного в фикс прайсе нет. Цвет волос, корни, чтобы вы увидели, какие у меня. Шикарные. Вот. И что? Спасибо, да, одной моей зрительнице, которая мне написала и посоветовала использовать кое-что там. Это что убивает желтизну, рыжину. Я вообще думаю пойти, я, кстати, это не скакала видео, вообще думаю пойти в салон в следующий раз, взять все эти свои краски, и чтобы мне мастер хорошо всё прокрасил. Потому что я сама, конечно, прокрашиваю не альс, я всё набегу, на спивку. Надо один раз прокрасить всё как следует. Особенно по длине. То есть корни ещё латные, нормально крашиваю. По длине там у меня, сзади особенно, вот чтобы мне всё хорошо прокрасили быстро. Всяких пятен. Да? Защит, тебе тобой? Да. Всё, и теперь мы, короче, собираемся. Я не знаю, куда бы нас собраться. Кстати, ещё хотела сказать момент. Пожалуйста, девчонки, кто в Ростове, делайте себе инстаграм. Вообще, это же сейчас популярная соцсеть. Просто я к тому, что мне хочется иногда, знаете, бывает, вот вышла, как сейчас, да, сделала бы пост, встретились мы где-нибудь бы, поиграли, например, в какую-нибудь игру, там, ещё что-нибудь. Ну, я бы быстренько организовала, хотя бы там за денёк. Так, а, к сожалению, видеоролики у меня выходят с задержкой, потому что пока промонтируешь, пока всё вот это сделаешь. Поэтому, ростовчане, давайте. Да все, добавляйтесь в инстаграме. Во-первых, там быстрее всё увидите, будете в курсе всех всяких событий, да. А, во-вторых, более оперативно я там передаю информацию. Мы так чаще будем видеться, наверное. Нет, девчонки, ну вот сейчас я просто ва-м-е. Просто у меня нет слов, у меня внутри одни эмоции. Сейчас рассказываю. Я собираюсь парковаться. Заехала, ну, заехала. У нас такая дорога, где машины не разъедутся. То есть нужно уступить. Когда я заезжаю, естественно, в свой двор, все стоят вокруг и ждут, пока я заеду во двор, чтобы проехать дальше. Значит, я там припарковалась. Сначала забежала домой. В машин не было ничего. Забежала домой. Хотела взять еду малому, потому что забыла сумку. И отправиться дальше. В итоге, думаю, так, ладно, свет уже дали. Свет дали. Пусть дома спит, короче. Возвращаюсь. Начинаю. Ага, машину мне нужно было поставить так, чтобы я смогла открыть ворота. И вот я поставила машину уже. И смотрю, заезжает машина в наш проулок. Да? Я в это время выхожу. Естественно, открываю ворота. Вот. Пока я открываю ворота, какая-то там мадам шла издалека. Помимо этой машины. Машина эта, естественно, подъехала к моей и ждет, пока я открою ворота, заеду к себе во двор. Я открываю ворота, эта женщина проходит мимо и говорит. Девушка, с вашей стороны, конечно, это очень некрасиво. Вы могли бы пропустить машину, а потом парковаться. Я поворачиваюсь на нее такими глазами и говорю, ничего, что у меня. Во-первых, там нужно еще припарковаться. Сдать задом, там, туда-сюда. Для меня это не сложно. Вообще, для многих девушек это даже сложно. Это один момент. Второй момент. Вообще-то, все ждут. Третий момент. И самый главный. Я девушка. И еще главнее. Я девушка с ребенком, у которой в машине. Я должна уступать место. Я говорю, ничего, что я с ребенком. Она мне, знаете, что говорит? Ну и что? С вашей стороны некрасиво. Надо было пропустить. Мужчину. Я девушка. Я должна была пропустить мужчину. Мадам, вы в своем уме. Жалко, она не смотрит мои ролики. Наверняка, она вообще не знает, что такое YouTube. Взрослая женщина. В принципе, вполне приличная с виду. Вот я вам скажу так, девчонки. Мы мужикам ничего не должны уступать. Это вообще априори. Мужчины для этого созданы. Они должны добиваться, уступать. Все для нас. Я не говорю о том, что я даже была с ребенком. Я девушка. Я не собираюсь уступать никаким мужикам. Тем более, бля... Тем более, незнакомым каким-то мужикам. Я должна была ее суетнуться, припарковаться, чтобы он проехал. А потом я опять должна суетиться, парковаться. Да, то есть я не спешу с ребенком домой. Ничего, я вообще, я бахер. Вот такие вот женщины, на самом деле, очень несчастные. И у них ничего не получается с мужчинами. Потому что они просто не понимают элементарного. Надо было вступить. Вот пусть эта девушка и суетится. Я в шоке. Я в афиге. Я в афиге. Плевать. Ничего, что я с ребенком. Ну и что? С вашей стороны это очень нехорошо. Я говорю, не вам судить, что хорошо, а что нет. Я в шоке. Я в шоке, Деня! Не пей, мам. Прикинь. Мы должны были мужику уступить место, чтобы он, бедненький, там не стоял. Мы должны, бедненькие, там стоять. Потому что мы просто тут живем, понимаешь? А он тут не живет, наверное, хотя он ехал, может быть, к себе домой. И он должен был не терпеть нифига. Мы должны были потерпеть с тобой вдвоем. Да, конечно. Вот так вот. Вот так нынче хорошо. А то, что мы такие с тобой эгоисты, это нехорошо. Я, пацан, стою на тумбочке. Я все время, скажи, туда становлюсь, а потом зову маму, чтобы она меня сняла. Не, скажи, когда я хочу, я, конечно, могу слезть, но иногда я так привлекаю маму на внимание. Ты спать хочешь? Сегодня часик поспал всего. И... Нет, даже полчасика. Так что сегодня он ляжет рано у нас с паточки. Да, Дэнь? Ты ляжешь рано с паточки сегодня? Ой, чё, мои сладкие. Глазки закрываются уже на ходунке. Вот так. Не снимай меня, папарацци, скажи. Соска уже на ночь приготовлена. Скажи, привет. Привет, скажи. Дэнь. Скажи, я так люблю телек. Дэнь. На, Сос. А, Сос, это да. Ты такая жайка, мама. Ты такая мазайка моя. Просто неприхотливый ребенок. Как ты любишь, чтобы мама тебя снимала? Вот так. Мама, сними меня, скажи. Сними меня, мама. Все эти табулетки. А мы танцуем Под мамин песню И тра-та-та-ти-там Та-та-ра-там А Дэня Скоро Спать ложится Потому что Он днем мало поспал Дэня Скоро Спать ложится Мама, штаны подтяни Слушайте, ну у нас сегодня Ну просто очень жарко Я надела перчатки, шапку Короче, такая вся нарядилась Шарф И просто Прошлась по улице Просто все вспотела Я уже сняла перчатки Сняла шапку Сняла шарф Я уже расстегнулась Зашла еще в Пикс Прайс Каждый день почти туда хожу Но я там еще кое-что просто И наконец-таки привезли Будем тестировать Прищ, кстати, у меня вскочил Один-одинюшенька Слава богу Один не страшно Вот И Короче, я разделась Жара Лето называется Фу Зима называется Вот Не, ну я рада что-то Так что сейчас приду домой Сына проснется Мы будем для вас снимать новые видео А сейчас до пятерочки дойду Надо взять ему Творожки все эти Что-то они у нас закончились Цвет огня у меня волос Я кайфую вообще Все ровненько, видите Цвет идеальный Так, ну что Мы дома Я купила Все для Оливье Собираюсь устроить мини-праздник Позвонила Кристинке Но Кристинка занята Снимает видео для вас Вот Так, тем более мы скоро уезжаем В город Поэтому нужно подготовиться Чтобы вы не оставались без видео Но я планирую с собой Взять на самом деле Очень много всего Туда Чтобы там снимать И там монтировать Так что прям Отдыхать у меня прям не получится Я буду отдыхать вместе с вами Вот И В общем-то я думаю Надо заканчивать влог Потому что мне кажется Уже несколько дней здесь И пора бы Дэнь, пока Прощаюсь Как ты маму любишь? Обними маму Роскошим Дэнь Вот телевизор Вот это вот Ты моя роскошная Ну-ка, поцелуй Поцелуй на роскошную маму Ладно, все, мои хорошие Буду прощаться Целуем, любим вас Да, Дэнь? Ты любишь их? Ну все, пока Две дороги, две судьбы Когда-нибудь придут В свой придуманный мир Друг друга позовут Сто преград преодолев Покажут всем вокруг Что любовь сильнее всех Пусть...